всех привет дорогие друзья с вами снова кодобромод сегодня мы снимаем видео в кайдзю универс это не просто видео сегодня у нас будут теории теории сегодня у нас будут необычные сегодня мы будем строить предположения какие следующие будут ремодельки кайдзю и естественно будем строить все процессы движения игры какие кайдзю будут по моему и по вашему мнению добавлены и начнем в общем наше первое предположение сегодня ремодельки каких кайдзю будут на первом месте что будет все выгодили все выгодили как никому требуется ремоделька сейчас я вам покажу что я имею ввиду в общем вот наблюдаем нехорошо проработанная кожа нужно изменение пластин изменение морды не ноутбук извиняюсь конечно я не критик но мне кажется ему нужна и моделька пофикснее глаз дальше улучшение ног вот это что такое вот почему она выглядит как будто оно вообще с этим не соединялась но его соединили в общем ребят если вы то считаете что все выгодили нужна ремоделька то пишите комментарии слово села и так следующая модель кайдзю у нас не получается у камакуроса это богомол если кто-то не помнит или кто-то вообще его не знает ну и в общем камакуросу нужна небольшая ремоделька вот там чуть-чуть пофиксить баги ну как баги модельку в общем пофиксить чуть-чуть там под исправить потому что мне кажется у камакуроса слишком скуплив ассортимент атак потому что у него только ближние у камакуроса должно быть хотя бы какая-нибудь одна там дальняя атака вот например смотрите даже у родона точнее у титануса родона из фильма гадилка руль монстров в этой же игре есть дальняя атака хотя он ее и в фильме не выпускал а точно также должно быть из камакуроса ну это чисто мое мнение то есть я как бы никого не оставляю ну и в общем на этом у нас закончились предположения его модели кайдзю и давайте-ка пожалуй теперь начнем у нас с новых добавленных кайдзю давайте сейчас я вам покажу кайдзю который вы должны представить в игре и первый персонаж которого точно должны добавить это хедора хедора появлялся в фильме годзилла против хедры или хедора можете назвать хотите там он является монстром из грязи в общем хедора должен быть ростом приблизительно как всего годзилла то есть где-то 50-60 метров ну скорее всего 60 потому что в фильме он превышал годзиллу ростом атаки я говорить не буду потому что это будет слишком долго цена должна быть незавышенная примерно как у сёва годзиллы а сколько он там стоит я уже не помню приблизительно что ли 12 500 что ли а хедра у нас будет стоить приблизительно 11 500 тысяч да как то так хедра будет хорошо плавать и у него будет две фишки он может перемещаться между фаз он может перемещаться на одну фазу и может перемещаться на другую фазу но как если вы посмотрите фильм годзилла против хедры то вы все поймете как там он перемещался по фазам и все подобное ну а мы переходим к следующему монстру и следующий монстр у нас на очереди кинг сизар первое появление кинг сизару было в фильме годзилла против миха годзиллы именно в первой части там кинг сизар представлял собой древнее существо которое пробудилось из-за песни одной из наших главных героинь в общем сейчас я вам подробно объясню что будет с кинг сизаром так же как с хедрой цена будет 20 тысяч джеклеток так же как и у гайгана и приблизительно у кинг сизара будет особая фишка и будет она называться ancient power что переводится древняя сила у кинг сизара появится отдельная шкала которая будет заполняться древней энергией то есть ancient energy и там будет всего 40 энергии и как все 40% заполнится вы нажимаете на эту фишку и скорость и сила кинг сизара увеличиваются атака увеличивается и у кинг сизара появляется новая атака когда в него стрельнут лучом другие кайдзю то этот луч отразится от него и полетит на его же создателя как бы если хотите понять о чем я то посмотрите на гадзилла против них и гадзилла ну а я продолжаю следующий у нас монстр которого естественно все хотели увидеть в кайдзю универс и даже делали предположение что он там поехал эбира ужасный бит эбира огромная креветка я не знаю почему это креветка больше похоже на рака или лобстера ну в общем эбира это огромная креветка выросшая из-за радиации и находящийся под контролем ээээ как бы отряда террористов красный бамбук находящихся на секретном острове они берут подпленту земцев и заставляют их делать специальные вещи не знаю я уже не помню сюжет фильма если хотите посмотрите я просто реально ваша память у меня ну в общем эээээ я хочу чтобы эээээ уже добавили в игру, потому что этот кайдзю заслуживает место в кайдзю универсии. Ну, в общем, цена будет приблизительно 8000 чужих клеток. Дальше у Ибиры не будет особых фишек, потому что ему даже там добавлять особо не надо ничего. Ну, пока что у меня больше нет идей на кайдзю. Ну и вообще, ребят, оказывается, у меня есть еще идея на кайдзю. Эта годзилла будет 2003 года и судьба Годзилла Мутро Меха Годзилла Спасите Токио. Цена будет, как и у Миллениум Годзилла приблизительно, 21500. Цена будет чуть-чуть завышена, потому что это Годзилла чуть-чуть лучше обычного Миллениумного. Особых фишек у него не будет, потому что и у Миллениумного тоже нету. Ну, а если вам понравился ролик, можете поставить лайк, подписаться для моей поддержки. Ну и всем пока!